Продолжение следует... Почему они близки к идеальным и что здесь можно улучшить, если что-то можно улучшить. Одно из важнейших принципов развития современной уличной дорожной сети, она состоит в том, что мы полностью различаем между собой так называемые структурные оси города и его транспортные. Что у нас в случае структурная ось города? Ну структурная ось города, например, Московский проспект или Невский проспект. Проблема советской градостроительной школы состоит в том, что именно у нас и появилась эта странная концепция проспекта. Что очень удобно для парадов, но очень неудобно для жизни. Ну почему? Да потому что у вас на одном и том же участке сосредоточен мощный поток личного транспорта, общественный транспорт. На Московском проспекте он идет и по выгодной полосе посередине, и по краям троллейбуса и маршрутки и так далее. И тротуары, и парковка. И все это завязано все на один комок. Все как бы вот на эту улицу с очень широкими функциями наложено на эту самую. Это несчастная улица. Что означает, что предлагается ввести структурные и транспортные оси голода? А предлагается примерно то, что Петербург в настоящий момент и осуществляется. Осуществляет он это дело так. Мы понимаем, да, что как устроен наш Петербург. Вот они наши оси. Опа! Вот так. Центр, центр. Они здесь собираются в центре. В этом смысле про Петербург, безусловно, похож на недор Москвы. Он собирается, загоняется на узкие улочки в центре, а здесь все распределяется. Притом все важнейшие улицы, они несут сразу же несколько функций. Во-первых, здесь машины идут со всеми светофорами, это раз. Во-вторых, здесь идет и общественный транспорт, которому они друг другу мешают. И общественный транспорт, и личному автором транспорту, и так далее. Получается очень неудобно и неэффективно. Но очень важно понимать, что все в это замыкается в неком едином пространстве. Очень часто можно решить, мне попасть, например, в этот район города, быть может, мне надо ехать через центр. Вот сейчас, благодаря этой карте, уже это не так. Теперь обратим внимание, что нам предлагает городское правительство. Мы все знаем прицелую автодорогу, которая практически построена, не касаясь из каких-то разрезов. У нас есть еще замечательный проект западного скоростного диаметра. Я могу сказать, что в сложившейся ситуации он практически идеален. Он интересен, потому что он по кратчайшей прямой проходит мимо города, проходит там, где его можно положить, мимо центр города. Плюс у нас существует очень важный проект до восточного скоростного диаметра. Здесь, где в зоне отчуждения железной дороги, вот он сюда здесь выходит. Что мы здесь видим? Мы видим пересечение вот этих двух, как бы, скоростных, так называемых диаметров, скоростных трасс. Вот здесь, вот в этом районе. Это район станции метро, ой, станции метро. Будущая станция метро Броневая, настоящая платформа Броневая. Это нормально, это хорошо. Мы видим, что у нас возникает некий трилистник, вот такой. Такой трилистник. И важно, что центр этого трилистника отличается от структурного центра голода. Транспортный центр отличается от структурного центра. Таким образом, улицы вот этой, вот этой, западная скоростная диаметра, движутся не параллельно улицам, а в неком другом направлении, в таком, что они регулируют улицы совсем. Ну, плюс еще будет возникать вот этот паралет, так называемый, откуда-то непонятно сейчас. Вот что я хочу заметить. То есть, плюс зона безостановочного движения, ну, часто говорю, плюс про набережность, и мы видим практически уже в ближайшее время практически идеальную структуру современного голода. Это радикальным образом изменит ситуацию в Петербурге. Единственное, кажется очень и странным, и ненормальным, что строятся всего лишь четыре полосы в каждом направлении. Это явно недостаточно. Западный скоростной диаметр тут же обрастет всевозможными постройками и всем прочим. Четыре полосы выглядят на следующий момент чрезвычайно недостаточной, и мы будем иметь очень скоро проблемы. Также, когда после западного скоростного диаметра, примерно по 17-20 году, мы будем опять иметь уже нерешаемые проблемы на кольцевой автодороге. Вот я таким образом похвалил городские власти и сказал, что там работает грамотная команда градостроителей, и они практически прорисовали идеальную схему скоростной дороги на Петербурге и поступили к его выполнению. Что еще в Петербурге очень хорошо? В Петербурге еще очень сильнейшая школа у нас точно не сформировалась, мостостроителей. Вот те знаменитые мосты, которые только что открыли Владивосток, и Золотой Рог, Четвертый Золотой Рог и Народ Ахмурский, их строят петербургские фирмы, построили точнее. Это надо обязательным образом использовать. Как что я могу здесь порекомендовать? Ну, а одна из важнейших проблем, которая перед нами стоит, это нас предстоит скоро принять чемпионат мира. Скорее всего, матчи будут находиться на острове Крестовского, на одном стадионе, который, я думаю, в то время уже достроен. И хотелось бы принять летнюю Олимпиаду, и, в общем-то, понятно, что единственное место, где она должна разместить большинство своих сооружений, это на моем посельского ростова. Поскольку здесь есть гребной канал, здесь есть достаточно крупный стадион, и скоро будет построен баскетбольный спортивный комплекс и еще несколько спортивных сооружений. Но мы имеем следующую проблему. Ни в коем случае и этого не будет. Не будет развязка между западным скоростным диаметром и Крестовским островом. Становится совершенно непонятно, каким образом мы собираемся 60 тысяч человек туда привозить, вывозить и выходить. А в стадионе надо останавливаться метро и идти минут 40. Просто минут 40. Поэтому предлагается совершенно удивительная вещь. Предлагается, на самом деле, отсюда, с района улицы Саушкин, и через Малу-Неву, не через мост, через остров Сервий, как это предлагается. А здесь поставить два очень широких моста, которые будут практически полностью, и это кажется странным, дублировать западный скоростной диаметр, но который будет спокойно проходить и сквозь, принимая стадионы Микерова. И каждый будет иметь еще выгодную полосу для общественного транспорта внутри самого себя. Что это даст? Это даст возможность разгрузить очень-очень сильно западный скоростный диаметр, который, я говорю, что уже в ближайшее время четырех полос там будет недостаточно. И это позволит сегодня автомобилям, которые следуют в центре города, и часто вы нужны заезжать через Петроградскую сторону в город, заезжать в центр вот таким образом, не привлекая к услугам скоростного диаметра. Западный скоростной диаметр только должен остаться скоростной дорогой. Если мы не сделаем уже сейчас для него определенного рода дублевов, то тогда, безусловно, окажется, что он будет, безусловно, диаметром, но не с красным. И это очень грустно и прилиплоисковано. Второе, что мне предлагается, это задолжить основу так называемого вапель Петербурга морского города. На сегодняшний день Санкт-Петербург – это речный город. К мору он к очень металлолома обращен, откровенными свалками и помойками, какими-то непонятными, необъятными пляжами и чем еще. И вот центр сориентирован на него. Можно попытаться его сделать городом морским, то есть сориентированным на Финский залив. Поэтому, пользуясь тем, что у нас является сильная школа строителей, представляется возможность, необходимость точнее, строительство вот этого высокого вантового моста над портом. Таким образом, что поток автомобилей здесь, через дорогу Ламозея-набережной, мог выходить на кольцевую дорогу, а здесь он мог вливаться в поток западно-скоростного диаметра. Это решаемо, но что это нам позволит? Она нам позволит, в том числе, восточный скоростный диаметр, превратить тоже в определенную дорогу, которая проходит через весь город, а не только от станции Витобра-Левая на восток. Вот такие общие слова, которые я хочу сказать примерно. Понятно, что надо и мост строить, на стороне арсенальной улицы, и даже этот странный мост, который мы здесь собираемся на новое, на Латвийский мост строить, он тоже нам не помешает ни в коем случае. Но еще раз повторяю, что на сегодняшний день планы петербургских дорогостроителей, особенно в смысле скоростных дорог, выглядят фактически идеальными. И самое главное, фактически идеально воплощаются. Поэтому я вот такой похвалой дорожной службы у нас на петербургах хочу закончить свое краткое выступление, а не попытками чего-то здесь у них. Почему именно мосты, а не туннели? Потому что мосты гораздо дешевле, если тебе нужно пропускать большой поток автомобиля. То есть, если тебе надо две полосы построить, что мост, что туннель, примерно одно и то же. Если тебе нужно построить, скажем, шесть полос, то гораздо дешевле строить мост. А по эксплуатации? И мост. Конечно, мост. Не, ну просто мост, как бы ты же хочешь развивать судоходство. Там мост могут мешать. Поэтому вантовый высокий. Вантовый высокий, как этот. Такой, но облик Петербурга-то не изменит? А? Облик Петербурга. Изменит, и это здорово. Но и с этим не согласятся те, как бы, сторонники и исторического облика. Никто особо не протестует против высокого вантового моста вот здесь, сейчас большую него. Здесь же будет большой мост. И здесь никто особо не претендует. Это очень высокий мост будет, реально. Ну, это его не испортит. Я вам хочу сказать, что, например, облик Сиднея, он задан мостом. У них, по большому счету, реализован следующий проект. У них есть остров, на нем небоскропы, это их Даунсит, и потом великолепный мост их любимый, и потом опять несколько небоскропов. То есть, как бы, деловой центр и зеленая часть, соединенные между собой мостом. И нам было бы тоже очень спокойно. Я очень сильно надеюсь на то, что остров Кананевский после вот этого всего дела перестанет быть ее помойкой, и новый деловой центр города будет построен либо на оконечности Васильевского острова, либо на оконечности Кананевского острова. И тогда, при помощи небоскропов и чего-либо еще, здание необычной архитектуры, будет сформировано настоящий морской фасад города, а не фасад из кучек, металлолома из холмов, которые видно сегодня в порту. Ну и просто, наконец-то... А форца надо оставить, или что делать? Повод надо, конечно, переносить. Значит, а партия... Почему это надо переносить? Переносить нужно, потому что общемировая тенденция состоит, что все больше и больше грузов перевозится транспортом все большего-большего дидрейта, то есть водоизвещения. Для того, чтобы перевозить большое водоизвещение, Вам здесь нужно постоянно углублять ее в аппаратах. Обязательно. Где-то надо 7,5 километров ежегодных домных работ. Домных, земеснаряд надо работать. В услугу 2,5 километра. И тогда они углубляются до уровня Капельдагенских проявлений. Кроме того, здесь инфраструктура, она перегружена, и строительство каждого нового объекта инфраструктуры требует гораздо больше денег, чем в чистом поле. Понятно почему, да? Вот, например, вот этот пункт... В Франштадте построить? Нет, нет. Потому что как мы из Франштадта будем все везти? Но ты же хочешь дороги на этом строить высокоскоростные и везти... По концевой дороге опять? Тебе же резко-то нужно. Нет, я не считаю, что в услуге. Услуга. Услуга, по большому счету. А повод, конечно, надо переносить. Очень многие города прошли этим путем. Только что при том пути прошел Хельсники. Вот был известный... Услуга, по крайней мере, это как раз является такой затратной процедурой, да? Грузовой порт. Грузовой, конечно. Это супер затратная процедура, потому что сам порт отстроить и строить нет. Ну, по крайней мере, это идет процедура. Она идет очень активно. Но в сегодняшней ситуации у нас не услуги Павковского, это и в Исоцком, и в Приморске, и этот порт работает на пределе своих возможностей. Еще взяли у Кировского завода часть причальных стенок тоже приобретели в порт. И в Ломаново себе хотят работать. Но надо гибко варьировать... Сколько лет надо строить порт? И нужно начинать уже сейчас строить? Чтобы там... Он уже сейчас и построен. Попуск руки реально работает. Построенный. В Исоцком построенный. Приморский. Не хватает мощностей немножко. Все уже там сделано. Все уже близко к этому концу. Просто надо решиться на то, чтобы и этот порт тоже перенести туда. Вот это надо решиться. Это дело надо обязательно, конечно. Вот, оба четыре дамы было известно, потом город, потом, где две корабли возрос, решили построить новый город, Роттердам, и новый порт там. Теперь Роттердам, ну, а ничего не дам, аэропорт надо строить? Рапорт... По поводу аэропорта, это я считаю, что была завершена глубейшая стратегическая ошибка. Почему она окружающая стратегическая ошибка? Ну, во-первых, у Суэра слишком близко к городу. Это современный, Пулковый. Да, это Пулковый. У нас слишком... Ну, а когда строили, он, наверное, не слишком был близкий. Ну, тогда да, его построили, очень близко к городу, в результате возникает высокая шумовая нагрузка на окрестные селения. И вдруг, если у нас будет когда-нибудь портой государства, у аэропорта там, в связи с высокой шумовой нагрузкой, будут очень большие проблемы. Во-вторых, что тоже очень важно, так получается, да, видите, что расположены как-то специальные выемки середняка. Тут город растет туда, город растет сюда, и город растет сюда. То есть, у нас с хорошей транспортной доступностью большое количество земель, на которых можно было построить большое количество жилья, в результате выведено из городского оборота. и аэропорт тоже надо переносить такое. Уже поздно. Сердюков, Матвиенко подписали договор, когда были с оператором с них, под честным государственным партнерством, что в течение 40 лет на территории Винкранской области и Санкт-Петербурга не появится ни одного нового аэропорта. Для того, чтобы обеспечить реконструкцию, которая идет в полках, максимального благоприятства. Это на самом деле в качестве некой предварительной меры выглядит оправданно, построим красивый аэропорт. Дело в том, что аэропорт является современным транспортным узлом. А у нас фактически недотранспортный. Ну, недотранспортный. Вот они собираются сделать в этом у нас есть ограничения. Транспортный они собираются сделать. Но это ошибка. С точки зрения развития города, которого 10 лет несло, это мина заведенного действия. Это мина заведенного действия. Это очень неправильно было сделано. В чем проблема? Проблема, что у тебя... Аэропорт находится в районе того же Ката. Построить там логистический центр... Нет, нет, у тебя аэропорт, что у тебя большое количество городских земель... Почему это выведено? Будут строиться бизнес-центры, логистические центры, какие-то еще что-то. Ну, у тебя это очень большая территория выведена. Есть же очень много примеров, когда аэропорт садятся чуть ли не посереди этих самых... не посереди города, среди домов. Я знаю только один такой город, этот город садится. Дороги перекрываются, пока самолет садится до самого... Ну, может быть, дороги перекрываются. Ну, в общем, это вот такая... Проблема не в том, что там нужно... Проблема с грамотной его эксплуатацией. Ну, на самом деле, если вы реально собираетесь развивать, то та проще, даже, которая там существует, она недостаточна. Она потянет, безусловно, и 8 миллионов человек в год пассажиров, как сейчас. И потянет и 13 миллионов, и потянет 20. А потом все. А 20 – это не количество для петербурга. Да 20 еще очень далеко. Ну, на самом деле, быстрее, быстрее, чем кажется. Быстрее, это ближе, чем кажется. Если топоризм тарифы на перевозку у пассажиров будут высокими, то 20 будет недостижимым. А если они будут низкими, если туда пришли бы, например, компания-дискаунтера, то, значит, они будут... то 20 миллионов легко дали люди застегнут. Ну вот, это такие вот общие слова, которые я сегодня сказал. А по поводу еще железнодорожного транспорта, ты как бы тоже, какое мнение? Потому что стоит ли строить новые вокзалы, там надо было, увеличивать, как бы, мощность сетки дорог, железнодорожных в Петербурге как-то там. Значит, здесь... Опять же, строить мосты железнодорожные. Здесь есть большая проблема. Она большая проблема, я не знаю, как ее собираются решать. Петербург это одна большая железнодорожная пробка. Ну, почему? Есть переезды, большой порт, много грузов идет, много автомобилей сюда приходят, и с ними на следующий момент РЖД справиться не может. Ясно, что эту ситуацию можно реформировать. Реформировать можно двумя способами. Но первое, что-то строить здесь, латать, а другой способ, который он есть, я говорю, вывести порт, построить, она сейчас уже построена, строится, железную дорогу в услугу и работать там. И сортировочную станцию новую сделать, гачи, не скажем, вывести ее из района Петербурга. Вот это представляется более правильным. Поэтому никаких новых вокзалов не нужно. Вывозить вокзалы тоже никуда не нужно. Я уже говорил по поводу проекта С-БАНа. Постараться разгрузить железнодорожную ветку или достроить ее таким образом, чтобы электрички, по крайней мере, пригородные или городские могли идти без каких-то проблем. Но еще раз говорю, обязательно надо выносить порт. Потому что перегрузка петербургского транспортного узла, она связана в многом случае с портом. Вот она там. Гораздо проще ту железку строить в чистом поле, случайно вот здесь у нас в городе. Просто у нас этот порт, он на самом деле ориентирован только на иностранный заход, заход судов иностранного производства. Потому что у нас внутри судоходство как-то не развито. Куда этот порт будет, на кого работать? Какой? Услуги? Да, услуги. На кого он работает? Он работает на связи с иностранными портами. Так оно и есть. Вопрос тогда возникает такой. Если у нас не будет строиться аэропорт, в этом отношении мы сверху ограничены. И мы не будем строить сети железнодорожных дорог. А внутренний транспорт полностью переориентируем на общественный транспорт. То есть связь обыкновенных граждан с окружающими другими городами, в том числе и за границей, будет осуществляться как? Не получится ли так, что внутри города логистика будет развита? Не осуществляется почти железными дорогами. Ну почти не осуществляется. Ну как? У нас все связи с ближайшими странами. В Финляндии. Ну очень мало. В Финляндии это в основном автобус, это в основном личный транспорт. А с железкой там очень маленький потоп. Поезд в Талине не знаю, отменили сейчас или опять входит. Это еще наиболее доступный на самом деле транспорт, если так подумать. И наиболее удобный. А в автобусах автобусы удобны только на короткое расстояние. Автобусы дальнего расследования неудобны. То есть общая мировая тенденция состоит, что поездов дальнего расследования в мире нет. Что Россия это такая уникальная страна фактически, в которой одной из немногих сохранились поезда дальнего расследования. А как люди перемещаются на самолетах? Люди не перемещаются либо на самолетах, либо как в Европе на скоростных поездах. Когда ты сидишь в мягком комфортабельном окрестностах, сидишь полчаса или три или четыре и приезжаешь. Но ты там не ночуешь. Не ходишь с чаем с подстаканником в граненом стакане. Детальные поезда есть, просто они скоростные? Нет, поезда не то, что они скоростные. Такие поезда действительно есть, но их обороты уничтожат. Есть, например, поезд, где действительно можно переночевать и уйдет в австрию Австрию. А, в восточный экспресс. Да, был же когда-то. Когда-то было, а теперь все, нет, не нужно. Сел он, сел он, самолет прилетел. Когда-то были комфортабельные поезда, через все Америку ходили. То есть нас стали в отношении транспорта от других сервисов? В первую очередь это связано с тем, что по-прежнему считается, что эта отрасль не социальная и пассажирские перевозки очень сильно датируются. И это неправильно тоже. Но как только они прекратят датироваться, то сразу же появится дополнительный спрос на авиаперевозки. Но все равно тогда большинству людей будет недоступно. Вы смотрите, между купе и плацкартом у нас разница все время увеличивается. Ну вот она оказывается. Ну вот так. То есть Россия предстоит поэтому тоже пройти по большому счету и поездов в дальнем расследовании в России останется очень мало. Так вот в том-то и отношении, что должно в России это осуществиться, а не на базе одного города. Если даже один город перейдет на новые технологии, то тем не менее вся остальная Россия его будет тормозить. Ну я не знаю. Вся логистика всегда развивается. Нет, почему? Пассажирские же перевозки вместе со своим кончиком. как их трогать? Они будут по-всередски перевозить? Нет, общественный внутренний транспорт это понятно. Можно допустим извините, а вот связь логистика связи города с другими городами. Точно так же и будут ездить те же и поезда, и пооскарты и купены, и так же будет самолет из пулков. Ничего не меняется здесь, не изменится. Может быть они будут больше, может быть будет чуть более комфортабельным. Может быть потратят 40 миллиардов долларов и построят западную скоростную трассу между Москвой и Петербургом. может быть. Ну нет же пределов-то. Почему нет? Ну что касается уличной дорожной сети я еще раз хочу заметить. Петербург как ни странно развивается в правильном направлении. И это практически его развитие которое намечено оно практически оптимальное. То есть определенная ограниченность ресурсов. Единственное ребята никак не могут эту проблему решить и откладывают ее в долгий ящик. Это проблема снабжения будущего стадиона транспортной удобной подъездом или общественным транспортом. Вот это не решается. Но это тоже по политическим причинам не решается. Ну и разумеется то что я предлагаю а именно по большому счету закольцевать Финский залив вот так фактически устроить здесь моста там уже все построено Приморское шоссе и так далее и вот здесь положение в дороге и накат вот это еще можно было попытаться осуществить. А все остальное все сделано грамотно хорошо все прописано мы будем надеяться что это осуществится в конце концов что уже может быть в следующем году можно строить восточный скоростной гиаметр пропишут там сделают зону безостановочного движения по набережной построят центральный участник западной скоростной гиаметра и жизнь в городе действительно улучшится если город не будет на этот момент уже настолько велик что все это будет мало спасибо спасибо Продолжение следует...